Студия Медиакнига представляет. Вера Радостная. Диагноз «Дракон или невеста по блату». Читает актриса Екатерина Тихомирова. Глава первая. Смотри за нтом, никого не угробь. Лара, ты кто? Староста остановила меня в дверях актового зала и беззастенчиво пощупала ткань кружевного зонтика, которую я держала в руках. Я изящно подтянула сползающую с пальцев ажурную белую перчатку и кокетливо улыбнулась. Дернула зонт на себя и еле удержалась, чтобы не стукнуть им за знайку отличницу нашего потока по светлой голове. Вместо ответа с немым вопросом уставилась на голову одногруппницы и черные рога на ней. Знаете ли, они мало походили на рожки рядового черта. Скорее напоминали завитые рога большущей горной козы. Новогодний маскарад на пятом курсе психфака естественно не мог ограничиться обыкновенной костюмированной вечеринкой. Какое там? Каждый участник должен был переодеться в персонажа, качество которого хочет перенять. Я мельком обвела зал и насчитала сразу несколько суперменов, королев и людей в белых халатах. Последние особенно повеселили. Вечно нам, психологам кажется, что если бы у нас было еще и медицинское образование, то проку от рекомендаций стало бы куда больше. «Коза?» – кивнула я на рога староста и с удивлением округлила глаза. Не планировала сегодня объяснять тонкий и глубокий смысл моего маскарадного наряда каждому встречному. «Малефисента, а не коза!» – процедила староста с каменным выражением лица и сунула мне под нос пованивающую гуашью черную палку с зеленым камнем, прикрепленным скотчем. «Тебе идет!» – я отодвинула девушку зонтиком и зашла внутрь. Поежилась. В зале нестерпимо дул кондиционер, а я стояла в тонком батистовом розовом платье, щедро отделанном мягкими кружевами. Ажурные лямки предательски сползали с плеч, а туфли на каблуках натирали пятки. Не помню, сколько лет я не носила ничего повыше кроссовок на тонкой подошве. «Черт, черт!» – застонала я, потерев ноющую пятку. «Лара, ты единственная меня разгадала!» – обнял меня главный двоечник нашей группы, к слову, сын депутата. Он стоял передо мной в деловом черном костюме в тонкую белую полоску. От обычного бизнесмена его отличала только темно-серая трость с набалдашником, похожим на голову пуделя, и массивный перстень на мизинце. Тонко подмигнула я мужчине и, добавив в голос мистических ноток, прошептала. «Зло таится в каждом из нас». «Вообще-то я Воланд», – из «Мастера и Маргариты», – хихикнул в кулак парень. «А ты?» – «Я нежная красавица, которую мужчинам хочется оберегать и защищать». Завертелась на месте и чуть не потеряла туфлю. «Смотри, зонтом никого не угробь, Лара!» – прыгнулся парень, а я сердито фыркнула в ответ. «Постараюсь, но не гарантирую», – зловеще улыбнулась я, и в очередной раз, подтянув сползающие лямки платья, подошла к столику, за которым, судя по всему, шло психологическое гадание на Таро. Вместо того, чтобы услышать стандартные предсказания, участники должны были сами описать, что видят на карте и как это может быть связано с их жизнью и будущим. «Лара, во что ты обряхталась?» Дернули меня сзади за юбку, и к щекам прилила краска. От голоса мужчины по коже пробежали колкие мурашки, и я игриво обхватила себя руками за плечи. Обернулась. Передо мной стоял именно тот, ради кого я, собственно, и обряхталась. Капюшон черной мантии закрывал ему половину лица. Но мне достаточно было только мужественного подбородка и тембра Ильи, чтобы начать терять слова в предложениях и глупо шутить. «Ну, здравствуй, монах!» Стукнула зонтиком ему по руке. До плеча красавчика не дотянулась. «Черный мак и некромант, а не монах!» С насмешкой раскланялся мужчина из моих грез. «У нас там групповая медитация в гримерке. Не хочешь поучаствовать?» «Отправишь в другой мир?» Медитация перехода. «Смерть и новое рождение», — с важным лицом пояснил Илья, сложив пальцы домиком. «Хотим попробовать прочитать текст на несколько голосов, как в хоре». Я сглотнула комок в горле. «Вообще-то обычно групповая медитация — это как раз наоборот. Один психолог и несколько участников». «Ну давай», — смело выпалила я. «Мне как раз нужен переход в новую жизнь. Хочется стать нежнее и женственнее, а не рубить правду матку с плеча, когда вижу, в чем у человека проблема». Я запнулась, понимая, что рассказываю слишком личное, но мне и хотелось стать чуточку ближе и понятнее для этого мужчины. «Понял твой запрос», — сухо и по-деловому отметил черный маг. «Идем». Нашел первую жертву. Ухмыльнулся он, представив меня группе в черных мантиях. Колдуны раступились и указали мне на стул. «Не пыточный?» — попыталась я развеять слишком пугающую атмосферу. «Электрический ток не подведен?» Однако в гримерке не раздалось ни одного смешка. «У меня есть гипотеза, что чтение медитации на несколько голосов поможет клиенту глубже войти в нужное состояние». Илья снял капюшон, уперся руками в подлокотники моего стула и проникновенно заглянул в глаза. «Готово?» «Попробуем». Вжалась я в сиденье и неловко выпустила кружевной зонтик из рук. Тот упал на пол и подкатился к ступням. Я закрыла глаза и прислушалась к себе. Вокруг меня загудели мужские голоса, повели через поля, леса куда-то в глубокую пещеру, а затем в зал древнего храма, где предстояло совершить переход. Сердце бешено застучало и прижало его рукой. «Откуда у меня столько волнения на обычной медитации?» В груди больно кольнула, и я резко открыла глаза. «А нож тебе зачем?» – закричала я. «Откуда у меня?» Продолжение следует...